Всем привет! Я Алексей Макаренков и вы смотрите Игро-сторис, где я рассказываю всякие интересные, необычные и просто забавные факты про игры и игровую индустрию. И сегодня мы поговорим на самую основополагающую для любого игрока тему. Почему мы любим играть? Вопрос, казалось бы, банальный. Ну потому что интересно, потому что цепляет, потому что расслабляет, потому что отвлекает, потому что новый опыт, потому что ну это же игра. Но почему интересно? Почему расслабляет? Почему цепляет? Почему вообще это нам так нравится? Подавляющее большинство людей априори считает, что игры интересны. И вот все дальнейшие рассуждения о пользе, о вреде, об увлекательности или наоборот о не особой увлекательности конкретных игр строят исходя из того, что сам по себе игровой процесс для человека приятен. Давайте копнем глубже и разберемся, а почему? Какие механики отвечают за этот интерес? И как вообще эволюционно так получилось? Поехали! В основе интереса к играм лежит базовый принцип функционирования нашего мозга. Он постоянно занимается переработкой информации. И не просто переработкой. Мозг постоянно пытается найти в окружающем нас мире логику и закономерности. От этого наш мозг получает удовольствие в виде вот тех самых пресловутых гормонов счастья. Но почему так получилось? А получилось так из эволюционного процесса. Поиск логических связей и умение правильно вести себя в конкретных ситуациях основа выживания. Знание логики, по которой существует окружающий мир, обеспечивает большую вероятность банально не сдохнуть. Понимание логики мира, сейчас вот прям напрягите извилины, чтобы осознать, это умение предсказывать будущее. Еще раз, логика это предсказание будущего. Наш мозг постоянно бежит чуть-чуть впереди текущего момента. Он постоянно просчитывает варианты. А что случится, если я сделаю вот это? А что, если произойдет вот это? А как мне действовать, если вот такая вот эпидерсия приключилась? И занимаются этим не только организмы со сложной нервной системой, а даже одноклеточные. Вот банальный положительный фототаксис у бактерий и водорослей, это тоже предсказание будущего. Простая хламидомонада там шевелит своими лыжноножками и ползет на свет, потому что там можно будет быстрее фотосинтезировать. У нее нет никакого мозга, но она совершает действия, чтобы в максимально близком будущем оказаться в более выгодных условиях. Для этого мозг не нужен достаточно вот простейшего рецепторного аппарата. И наш мозг это по сути мега сложный, супер навороченный рецепторно-эффекторный механизм для таких вот предсказаний. Разумеется, он нужен не только для этого, но и для этого тоже. Вся эволюция животного мира была направлена на то, чтобы максимально эффективно предсказывать будущее и максимально эффективно действовать, исходя из этих предсказаний. Ты заяц, ты слышишь рык, значит рядом хищник, сейчас он будет тебя есть. И надо бежать, чтобы выжить. Или, например, ты лиса, под снегом что-то шуршит, и, наверное, там мышь. И надо взвиться в воздух, вертикально свечкой войти в сугроб и сомкнуть челюсти. Тогда, возможно, ты поймаешь мышь и не умрешь от голода. Или ты человек, в стене две дырки. Ты знаешь, что если сунуть туда пальцы, ударят током и можно умереть. Ты знаешь и не суешь. И чем сложнее организм, тем на более высоком уровне он анализирует окружающую среду, находит в ней закономерности и использует их себе во благо. Мозг высших млекопитающих и в особенности человека функционирует на основе даже не сотен и тысяч, а на основе миллионов таких вот паттернов поведения. Мозг постоянно ищет ответы на вопросы «что будет если?». Находит эти ответы, складирует их, запоминает и в дальнейшем использует. Почему именно так? Да потому что все, кто так не делал, вымерли. Потому что те, кто делал именно так, оказались в более выгодных условиях. Они заранее убегали от хищника и их не съели. Они ловили мышь и не сдохли от голода. Они не совали пальцы в розетку, потому что знали, что может ударить током, и тоже не погибли. А те, кто все эти предсказательные модели поведения не выучил, просто сдохли. А теперь следующий важный момент. Вместе с эволюцией аналитического аппарата развивалась и химическая система поощрения внутри организма. Она наказывала за неправильные выборы и награждала за правильные. Но что самое важное, наш внутренний химический стимулятор научился награждать нас за то, что мы просто находим правильные модели поведения и логику в окружающей реальности и используем эти знания. Потому что чем больше моделей поведения, вот тех самых паттернов знает наш мозг, тем в большем количестве случаев он правильно предскажет недалекое будущее, и тем выше у нас шансы выжить. А теперь возвращаемся к играм. Игра это очень простой, а главное совершенно безопасный способ изучения какой-то новой логики, новой модели поведения, нового паттерна. Нас не сожрут на самом деле, нас не ударит током, нас не отравит ядом. Все происходящее в игре понарошку. Все, кроме изучения логики самой игры. И когда мы играем, мы максимально безболезненно для себя, в максимально насыщенной форме пичкаем свой мозг новыми моделями поведения, новой логикой, новыми взаимосвязями. Некоторые говорят, что игры ничему не учат. Все с точностью да наоборот. Игры это концентрат обучения. Почти в любой игре можно найти десятки различных логик и механик. Мы учимся стрелять из разного оружия, учимся убивать различных противников и вырабатываем новые тактики. Учимся правильно строить базы, учимся распределять ресурсы, учимся решать головоломки. Вот так вот учимся, учимся, учимся. Быстро, в легкой форме, ненапряжно и без всяких последствий. И каждый раз, когда мы учим новую игровую механику, мозг вознаграждает нас эндорфинами. Плюс, когда новая механика уже изучена, мозг еще довольно долго продолжает вознаграждать нас эндорфинами за то, что мы эту механику правильно используем. Ну то есть игры так увлекают нас потому, что дают нам максимально безопасный, максимально быстрый способ делать то, что все живые организмы делали миллионы лет своей эволюции. Они изучали логику окружающего мира, находили связи и эффективно их применяли. И тут возникает логичный вопрос. Получается, что игры это, по сути, такая дурилка картонная, обманка. Ведь полученные в них знания, вот эти выученные игровые механики, невозможно использовать в реальной жизни. И с одной стороны, да, мозгу все равно, какие механики мы изучаем. Полезные в реальной жизни или бесполезные? Награждает он нас в любом случае. Но, что важно, чтобы сохранять гибкость ума и способность учиться чему-то новому на протяжении всей жизни, нужно правильно, постоянно поддерживать эту способность. Постоянно чему-то учиться, изучать все новые и новые паттерны. И да, повторюсь, мозгу все равно, где мы это делаем. Именно по этой причине, постоянно обучаясь в играх, мы поддерживаем себе очень высокую способность к обучению вообще чему угодно. В играх мы учимся учиться. Исследований это подтверждающих очень много. И, думаю, вы уже догадались, как делать это максимально эффективно. Нужно выбирать игры, где много различных механик. Стараться играть в разные игры. Не зацикливаться на одном жанре. То есть следить, чтобы ваш мозг награждался именно за обучение, а не за эффективное использование уже изученного. К вопросу, вот почему киберспорт немножечко не про это. Объективно, весь спорт не про это. Он про доведение до совершенства какого-то одного суперспециализированного навыка. Но вот развитие социальных навыков в киберспорте никто не отменял. Такие дела. И на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео понравилось. Нам помогает это попадать в рекомендованное. И пишите в комментариях, замечали ли вы, что игры помогают вам лучше обучаться в каких-то других областях. И какие именно игры работают для вас лучше всего. Все комментарии мы читаем и на многие отвечаем. С вами был Алексей Макаренков. До встречи в новых видео. Пока-пока. А получилось так? А получилось так из... А получилось так из... Это умения нет. Вся эволюция животного... Блин. Ты заяц. Ты заяц. И я заяц. Все заяцы. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если видео понравилось. Нет.